Нечистоты в умывальнике и зловонные испарения в квартирах. Несколько месяцев назад Ольга приобрела жилье в центре города Назаславского. Однажды так же самое мыло посуду и с верхних этажей, когда сливали воду, она не успевала сливаться вниз, потому что в канализациях забиты там трубы. И вот эти все фекалии, все это мне вылезло через мойку. Вся посуда была в этой гадости. Через несколько дней оказалось, это всего лишь первый неприятный сюрприз от коммунальщиков. Я зашла в туалет и у меня в туалете весь унитаз, забитый этими фекалиями, лилась просто через верх. Здание построено в 1905 году. На стенах дома каждый день жильцы находят все новые трещины. Трещина у нас где-то вот в два пальца шириной. Дом проседает, причем трещина увеличивается каждый день. И мы боимся того, что 40 семей нашего дома останется просто без крови. Дом – рукушняк. А рукушняк – это как сахар-рафинад. Если влага, значит он просто осядет. Жильцы говорят, причина всех бед – старые трубы. Коммуникации износились. Несколько раз в месяц подвал затапливают канализационные стоки. Видите, вот она с дырками, вот даже дыры, видите, в трубе дыра гнилая. Когда сверху идет нагрузка канализации, вот с этих дыр просто сюда вытекает вся вода. Дом с вековой истории, по словам жильцов, просто разрушается на глазах. Люди боятся трагедии. Он уже трещит ночами. Уже даже у себя в квартире я могу наблюдать перекосы дверей, то есть дверный храм. То есть на данный момент дом вошел в активную фазу оседания. Учитывая его старость, хрупкость, ветхость, мы его можем просто потерять. В ЖЭКе говорят о проблеме, знают. Обещают помочь. Пока локально и отремонтировать аварийный участок канализации. О смене всех коммуникаций речь не идет. Эти работы делаются летом. Там двор метров 70. Вот. И на данный момент я не могу вам сказать, что я буду менять там полностью весь участок. Если есть действительно залом, то я поменяю этот участок там, где залом. А уже там ближе к весне. Жильцы надеются, что благодаря вниманию СМИ коммунальщики все же возьмутся за решение проблемы и перестанут их кормить завтраками. За ситуацией будут следить Юлия Долганюк, Евгений Войтенко, Думская ТВ.